Дэн Браун Дэн Браун Он просит через одно секретное агентство, через одну секретную службу, в которой он состоял как клиент, он просит опубликовать видео, где он в маске рассказывает об инферно, вещает всему миру. Профессору истории искусства и символогии Роберту Лэнгтону из Гарвардского университета предстоит этот вирус найти и уничтожить. Действие книги уже с первых страниц завораживает, то есть автор погружает нас сразу в какой-то триллер, какие-то приключения. Дело начинается так, что главный герой Роберт Лэнгтон приходит в сознание в больнице. Он не помнит последние несколько дней событий, не понимает вообще, как он смог оказаться во Флоренции. К нему подходит врач Сиена Брукс, они знакомятся, и она помогает ему как-то восстановить память, но этого не получается. Здесь же сразу заворачивается сюжет, за ним, за Робертом Лэнгтоном начинают охотиться, вооруженный агент хочет его убить. И здесь же его спасает его доктор Сиена Брукс, который помогает ему бежать через запасной выход, и вместе они добираются до ее дома. И несколько дней Роберт Лэнгтон живет у Сиены дома, и в этот момент они находят у него в пиджаке биокапсулу, в которой находится цилиндр и в нем проектор. Роберт Лэнгтон проецирует содержимое этой капсулы на стену и видит там произведение искусства, картину Боттичелли «Круги ада», написанную к божественной комедии Данте Алигьери. И отсюда начинаются новые загадки, шерифты, коды, которые должен вычислить Роберт Лэнгтон, чтобы спасти человечество. Автор так подробно и красочно описывает архитектуру, стиль Флоренции, что после прочтения книги ощущение, что ты прошел по стопам главного героя и видел это все своими глазами. То есть складывается впечатление, что ты реально был во Флоренции, был на одной площади, на второй, в садах Медичи, в различных итальянских дворцах. То есть настолько красочно, ярко и саму архитектуру автор описывает, и также произведения искусства многие. То есть ты знакомишься еще и с различными произведениями искусства, литературы, все в одной книге. То есть это все очень переплетено и основано на реальных событиях. Я считаю, что эта книга очень актуальна именно сейчас в наше время в эпидемию, так как здесь есть какие-то пересекающиеся линии и есть пища для ума. Наша способность к размножению настолько превосходит способность Земли прокормить нас, что преждевременная гибель в той или иной форме становится для человечества неизбежной. Активным и мощным фактором сокращения населения являются людские пороки. Они служат предвестниками пробуждения огромных разрушительных сил и нередко сами же довершают смертоносную работу. Если им не удается победно закончить эту войну на истребление, за дело берутся эпидемии, мор и чума, сметая на своем пути тысячи и десятки тысяч человек. Если же и этого оказывается недостаточно, следом приходит голод и одним могучим ударом приводит численность населения в соответствие с запасами пищи. Дэн Браун. Инферно. Рекомендую. Рекомендую. Субтитры подогнал «Симон»